Мощь, скорость и идеальная маневренность. Достойная трека Формулы-1. С одним лишь исключением. Эти болиды не брендовые Мерседесы, Феррари и Макларены, а скромные машины, собранные руками студентов Уральского государственного университета путей сообщения. Максимальная скорость 140 км в час. Вместо шести стандартных передач на этом двигателе у нас селективный вал изменен. То есть у нас нет пятый и шестой. У нас первые четыре только, потому что выше оно как бы и не требуется. У нас есть отдельная дисциплина, называется акселерейшн. Нужно 75 метров проехать за минимально короткий срок времени. То есть у нас это занимает 3,5 секунды. Будущие железнодорожники осваивали автомобилестроение не только по учебникам, но и по реальным моделям Формулы-1. Конструкцию заокеанских машин ребята изучали во время гонок в Сочи, где работали волонтерами. Там же постигали технику безопасности. Например, как выпрыгивать из горящей машины за 5 секунд. Увлечение королевскими гонками у студентов не спонтанное. 8 лет назад вуз присоединился к международному движению «Формула-студент». Основано оно еще в США в 70-х годах прошлого столетия. И призвано объединить энтузиастов технических вузов со всего мира. По сути, это состязание между командами. Задача – собрать самый быстрый болид и выиграть на нем главные соревнования движения, которые проводят каждый год в разных странах. И всегда это должна быть новая машина. Команда должна ежегодно проектировать новый автомобиль. Он не обязан быть абсолютно новым. Прописано, что должно быть не менее 75% изменения. Соответственно, мы спроектировали уже и произвели 7 автомобилей. И вот 8-й у нас должен был появиться в этом году. И сейчас он в 3D-моделях существует. Строят новые машины прямо в стенах университета. Специально для команды здесь сконструировали полноценный производственный цех с 3D-принтером, фрезерным и сварочным станком, мощным компьютером для постройки точных моделей будущих машин. Поскольку проект исключительно студенческий, каждый год к процессу автомобилестроения подключаются новые учащиеся. Сейчас я рассматриваю, получается, машину новую вот этого года. Я бы переделал это либо перенос, либо какое-то изменение ступицы вместе с рычагами. Так как машины не выезжают на дороге, им не нужна регистрация в ГИБДД. Болиды гоняют на собственном автодроме. А для участия в состязаниях всероссийского и международного уровня достаточно одобрения Международной судейской комиссии. Команда Ургупс, кстати, считается достаточно сильной и стабильно занимает призовые места на межвузовских соревнованиях по стране. Кроме успешности и эксклюзивности сборки, уникальность уральских машин подчеркивает еще и дизайн. Команда Ургупс единственная, кто украшает болиды произведениями искусств, такими как сотворение Адама Микеланджело или шедевры Ван Гога.